Чувство, позволяющее постичь Бога Едой и разговорами мы занимаемся по многу раз в день. Но оказывается, что именно эти два вида деятельности являются самым легким и быстрым способом познания Бога. Просто нам нужно понять, чем питаться и о чем говорить. Шрила Прабхупада объясняет это в лекции, прочитанной им в Гамбурге в 1969 году. Энергию Господа Вишну можно подразделить на три категории. Духовную энергию, живые существа и невежество. Духовная энергия исполнена знания, живые существа, хотя и принадлежат к духовной энергии, склонны впадать в иллюзию. А третья энергия, исполненное невежество, всегда видна в кармической деятельности. В этом стихе из Вишну Пурана утверждается, что энергия Верховного Господа, Вишну Шакти, изначально духовна. Но проявляется она тремя различными путями. Она подобна солнечному свету, энергии, исходящей от солнечного диска. Энергия Солнца едина, но проявляется как теплой свет. Точно так же у Господа одна энергия. Она духовна и поддерживает Его духовную обитель. Та же самая энергия проявляется и в другой духовной форме, как Кшет Раджна. Пограничная энергия, к которой относимся мы, живые существа. Далее, Авидья, Карма, Самджнанья, Тритя, Шактер и Шьете. Помимо этих двух форм энергии Господа, есть еще одна, которую называют Авидья. Невежество, основанное на кармической деятельности. Тот, кто попадает под влияние этой энергии, вынужден пожинать хорошие и плохие плоды своих поступков. Таков материальный мир. Материальный мир тоже является энергией Кришны. Бога. Но здесь преобладает невежество. Поэтому здесь приходится трудиться. В нашем изначальном положении нам не нужно ходить на работу, но когда мы в невежестве, нам приходится трудиться. Таким образом, в действительности у Кришны только одна энергия. Духовная. Сам Он полностью духовен и исходящие из Него энергии тоже духовны. Якти, Шакти, Матор, Абхеда. Из Веданта Сутры мы узнаем, что сам источник энергии Господь, Кришна, не отличен от своей энергии. Поэтому материальная энергия тоже не отлична от Кришны. В другом месте в Ведах сказано. Сарвам Кхалвидам Брахма. Все есть Брахман. Дух. И в Бхагавадгите 9.4 Кришна говорит. Майя Татам Идам Сарвам Джагат Авьякта Муртина. Я распространяю себя в материальный космос, который является моим безграничным аспектом. Мац Тхани Сарва Бхотани. На Чахам Теше Авистхитах. Все покоится на мне, все является моим продолжением, но сам я вне всего. В этом состоит очинтье Бхеда Абхеда. Философия одновременного единства и различия Господа и его энергий. Первым ее сформулировал Шри Чайтания Махапрабу. Хотя эти же идеи мы можем обнаружить и в афоризмах Веданта Сутры. Эта философия может удовлетворить оба класса философов, изучающих абсолютную истину. Как тех, кто говорит, что Господь и живые существа отличны друг от друга, так и манистов, утверждающих, что Господь и живые существа едины. Ачинтье Бхеда Абхеда учит, что Господь и живые существа одновременно едины и различны. Они едины в качественном отношении, но различаются количественно. Здесь, опять же, можно привести в качестве примера солнечный свет и солнечный диск, энергию и ее источник. Свет и тепло присутствуют как в излучении солнца, так и в самом солнце. Но сила света и тепла у них различна. Вы можете вынести тепло солнечных лучей, но если вы попадете на само солнце, то его жар вам уже не стерпеть. Там все мгновенно обратится в пепел. Точно так же и Кришна в количественном отношении существенно отличается от живых существ. Кришна бесконечен, а мы мельче атома. Поэтому мы не можем познать верховную личность Бога при помощи обычного чувственного восприятия. Грубыми материальными чувствами невозможно постичь Кришну. Слово «намади» означает «начиная с его имени». С помощью материальных чувств мы не можем постичь имена Кришны, его облик, качество, окружение и поступки. Это невозможно. Как же это сделать? Когда при помощи своих чувств, начиная с языка, человек, преданный с любовью, служит Господу, Господь постепенно открывается ему. Первое, что мы должны сделать, это вовлечь в служение Богу язык. Каким образом? Воспевая его славу, качество, облик, окружение и игры. Вот чем нужно занять язык. Если язык будет занят служением Господу, со временем к нему присоединятся и остальные чувства. Язык самый важный из органов чувств. Поэтому говорится, если вы хотите контролировать чувства, то в первую очередь нужно научиться контролировать язык. Об этом говорит Шрила Бхактивинода Такур. Он описывает наше нынешнее обусловленное состояние как Шарира Авидья Джал. Мы попали в сети материального тела, как рыбы попадают в рыбачью сеть. Мы попали в сети не только данного материального тела. Жизнь за жизнью мы меняем одну сеть на другую, проходя через 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И так постоянно остаемся в сетях невежества. И далее. Джодендри и Ятахекал. Наш плен в сетях невежества продолжается из-за желания чувственных наслаждений. А из всех органов чувств, говорит Бхактивинода Такур, язык самый опасный. Если мы не можем контролировать язык, он вынудит нас снова и снова получать различные виды тел одно за другим. Если живое существо любит ублажать свой язык, поедая плоть и кровь, материальная природа предоставит ему возможность постоянно питаться этим, дав ему тело тигра или какого-нибудь другого прожорливого хищника. А если человек ест все подряд без разбора, материальная природа даст ему тело свиньи, и ему придется поедать испражнения. Вот сколько бед приносит неуправляемый язык. Таким образом, человеческое тело предоставляет нам уникальную возможность для продвижения в сознании Кришны. Ибо мы можем использовать свой язык в любовном служении Господу. Просто задействовав язык в служении Ему, мы можем достичь высшей ступени осознания Бога. В других телах кошек, собак и тигров это невозможно. Поэтому человеческая форма жизни – величайший дар живому существу, находящемуся в круговороте рождения и смерти, и постоянно сменяющему одно тело на другое. Человеческое тело дает возможность правильно использовать язык и вырваться из когтей материальной природы. Если наш язык всегда будет занят повторением мантры Харе Кришна, мы осознаем Кришну, поскольку звук имени Кришны не отличен от самого Кришны. Почему? Потому что Кришна абсолютен. В материальном мире все предметы отличаются от своих названий. Я отличен от своего имени и своего тела. Но природа Кришны иная. Кришна и Его имя – суть одно. И тоже справедливо в отношении Его тела. Негодяи не способны это понять. Кришна говорит в Бхагавадгите. 9.11 Глупцы и негодяи глумятся надо мной, когда я прихожу в человеческом облике. Они считают меня обычным человеком. Эти негодяи не знают, кто я. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Не понимая, кто такой Кришна, глупцы считают Его обычным человеком. Слово «мудха» в этом стихе Бхагавадгиты означает «негодяй». Но, несмотря на это предупреждение, есть немало негодяев, слывущих великими учеными. Когда Кришна приказывает «придайся мне», негодяи комментируют. Нужно предаться не Кришне, а нерожденному духу, находящемуся в Кришне. Им неведомо, что Кришна не отличен от своего тела, не отличен от своего имени и от своей славы. Все, что имеет отношение к Кришне – это сам Кришна. Эти негодяи-манисты рассуждают о единстве. Но как только речь заходит о Кришне, они тут же пытаются отделить Его от Его тела или от Его имени. Но Кришна и Его имя – суть одно. Стоит святому имени Кришны коснуться нашего языка, и вы уже общаетесь с Кришной. А если вы постоянно будете общаться с Ним, повторяя мантру Харе Кришна, то представьте, насколько вы очиститесь. Кроме того, наш язык хочет наслаждаться всевозможными изысканными блюдами. И Кришна так милостив, что дал нам сотни и тысячи вкуснейших блюд, остатки той пищи, которую пробовал Он. Если вы просто дадите обед, язык мой никогда не коснется того, что не было предложено Кришне, и всегда будет занят повторением мантры Харе Кришна, то совершенство у вас в руках. Полное совершенство. Две простые вещи. Не ешьте ничего не предложенного Кришне, и всегда повторяйте мантру Харе Кришна. Вот и все. Разнообразие, мать, наслаждение. Существует столько видов Кришна-просада, пищи, предложенной Кришне. Сколько наслаждения нужно вашему языку? Вы можете получить его просто пробуя Кришна-просад. И чем больше будет очищаться ваш язык, вкушая Кришна-просад, тем больший вкус к повторению мантры Харе Кришна вы будете чувствовать. Как сказал Господь Чайтанья, Анандам Будхи Вардханам. Повторение мантры Харе Кришна увеличивает океан трансцендентного блаженства. В материальном мире не увидишь, чтобы океан увеличивался. Если бы такое произошло, земля давным-давно оказалась бы под водой. Но океан трансцендентного блаженства от повторения мантры Харе Кришна постоянно расширяется. Великий знаток духовной науки, Шрила Рупа Гасвами, говорит, «Какой толк повторять мантру Харе Кришна одним-единственным языком? Если бы у меня были миллионы языков, я смог бы обрести полное удовлетворение. А что толку иметь всего лишь два уха? Если бы у меня были миллионы ушей, я смог бы вдоволь наслушаться мантры Харе Кришна. Он жаждет иметь миллионы ушей и миллиарды языков, чтобы наслаждаться вкусом повторения мантры Харе Кришна. Конечно, это высокий уровень, когда звук святого имени так сладостен и мелодичен, что хочется иметь больше ушей и языков, чтобы наслаждаться им. Однако в данный момент мы не знаем, насколько сладостны ими Кришны. Атах Шри Кришна намади набхавит грахям индрияих. При помощи наших нынешних чувств невозможно постичь имя, форму и качество Кришны. Если мы попытаемся понять Кришну, просто взглянув на его изображение, мы подумаем, Кришна обычный юноша, обнимающий Радарани и других гопи. Пока наши чувства не чисты, мы будем принимать отношения между Кришной и Радарани за обычные отношения между юношей и девушкой. Но это не так. Их отношения совершенно чисты. В Чайтане и Чиритамрите Шрила Кришнадаска Вираджа Гасвами объясняет, что между любовью гопи к Кришне и тем вожделением, которое испытывают обычные люди, нет ничего общего. Любовь гопи он сравнивает с золотом, а нашу так называемую любовь – с железом. Подобно тому, как между железом и золотом громадная разница, любовь к Кришне и гопи в корне отлична от плотских отношений обычных мужчин и женщин. Между любовью и вожделением нельзя ставить знак равенства. Чтобы познать Кришну таким, какой он есть, нам нужно очистить свои чувства. А для этого необходимо старательно следовать принципу Сивон Мукхехи Джихва Дао и в первую очередь начать повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Не пытайтесь понять любовные отношения Радхи и Кришны при помощи ваших нынешних чувств. Просто повторяйте их святые имена. Харе и Кришна. Тогда зеркало вашего сердца очистится от пыли, и вы все поймете. Большое спасибо.